Священная Кааба на горе Арафат и обратились к Аллаху с мольбами о помиловании. Всевышний простил их и обещал, что каждый год будет прощать всех, кто придет сюда в этот день и будет просить его милости. В знак благодарности Всевышнему Адам построил первое святилище на земле Каабу. Во время Всемирного потопа Кааба была разрушена и люди очень долго ничего не знали о ней. Заново воздвигать строение начал пророк Ибрахим и его сын Исмаил. Позже в доисламскую эпоху она была главным языческим храмом. Сюда совершали паломничество язычники со всей Аравии. Внутри нее находились языческие идолы. К 7 веку нашей эры она вновь была стерта с лица земли наводнением. Для ее строительства были привлечены все племена, проживавшие на территории Мекки. Избавить Каабу от идолов довелось пророку Мухаммаду. В 632 году он совершил свой первый хадж и установил обряды паломничества.